Подводная охота В подводной охоте стандартом де-факто являются ласты вот такого дизайна, то есть это изготовленная из резины или какого-то компаунда галоша, так называемого закрытого типа, и сменная лопасть, достаточно длинная. Лопасть в зависимости от вида ласт, от их стоимости, может быть изготовлена из разных материалов. Это могут быть какие-то технополимеры, либо композитные материалы, такие как карбон или материалы на основе стекловолокна, так называемого файбер-гласса. Почему для подводной охоты не подходят продающиеся десятками тысяч по всему миру популярные ласты для дайвинга? Прежде всего, это связано с тем, что ласты для дайвинга имеют так называемую галошу открытого типа. Галоша, если вы видели, в которую вставляется нога, в ботинке, либо босая нога, и у которой сзади находится ремешок. Ласты с такой галошей, они, во-первых, не смогут обеспечить достаточной эффективности грибка, просто хотя бы потому, что нога ныряльщика внутри галоши будет постоянно рыскать, и большое количество энергии будет теряться именно в момент передачи самого усилия от ноги ныряльщика к галоши и от неё к лопасти. Это раз. Далее, галоши открытого типа достаточно сильно шумят, пузырят, что пугают рыбы, и упомянутые мною регулировочные ремни будут постоянно цепляться за траву, что не есть очень большая проблема, а лишь небольшой дискомфорт. Но если они зацепятся за какой-нибудь обрывок рыболовной сети, который может быть легко подбит течением куда-нибудь, там, подводной коряги или каким-то подводным камням, это может привести к очень серьёзным последствиям. Итак, классические охотничьи ласты. Сейчас я демонстрирую вам классическую охотничью ласту нижнего ценового диапазона, она называется Омер Миллениум. Она имеет лопасть с направляющими ребрами. Эти ребра предназначены для того, чтобы удерживать лопасть во время грибка, чтобы она не сваливалась с потока воды в сторону и удерживает движение ноги охотника в одной плоскости. Итак, это лопасть сменная и галоша. Материал лопасти – это полистирол, а материал галоши – это резина. Это ласты, скажем так, для начинающих подводных охотников, либо для подводных охотников, для которых главным является цена изделия. Эти ласты наиболее хорошо подходят для неглубокой охоты, либо охоты на реках при достаточно долгих и длинных проплывах по поверхности. Следующий продукт от компании Омер – это семейство охотничьих ласт под общим названием Омер Стенгрей. Их существует четыре вида. Ну, сначала рассмотрим две вот эти вот ласты. Эта ласта называется Омер Стенгрей Блэк. Эта ласта называется Омер Стенгрей Винтер. Как можно видеть, лопасти отличаются по цвету. По сути, отличие между ластами Блэк и Винтер заключается в том, что лопасть Винтер, она более мягкая. Соответственно, учитывая, ну, то, что, в общем-то, характерной особенностью практически всех технополимеров является изменение, причем достаточно серьезное изменение их жесткости, их модуля упругости в зависимости от температуры внешней среды, то можно сказать так, то, что серые ласты, в силу того, что они более мягкие, они рекомендуются для использования во время охоты в холодное время года. То есть, там, зимой, там, либо поздней осенью, либо ранней весной. Либо же для постоянного круглогодичного использования охотниками, которые имеют собственный, ну, небольшой вес тела и не слишком атлетичные ноги. В остальном, отличие, скажем так, всех ласт семейства Стенгрей от только что продемонстрированной вам ласты Омер Миллениум заключается в новом дизайне галоши. Мы можем видеть то, что галоша выглядит, в принципе, совершенно по-другому. У нее другое литье, другой дизайн, имеется наплыв сзади для того, чтобы можно было более корректно ее одевать, снимать с ноги. И достаточно важное отличие в том, что для приготовления этой галоши использована не резина, а специальный многокомпонентный компаундный материал, так называемый, который обеспечивает этой галоши большую эффективность за счет того, что у нее подошва более жесткая, что обеспечивает более хорошую передачу усилия от ноги ныряльщика к лопасти. А верх галоши более мягкий, но который обеспечивает нам комфорт во время многочасового использования этой ласты. Ну, то есть, если ласта сидит на ноге плотно, то галоша с более мягким верхом позволяет нам плавать долгое время и ногу не пережимает, нога не отекает, не мерзнет и не болит. Есть еще одна разновидность ласт Омерстингрей, изготовленная компанией Омерстингрей специально по заказу и по дизайну российских охотников. Эта ласта, прежде всего, отличается тем, что она имеет чуть более тонкую и несколько более короткую, как мы видим, лопасть. Эта ласта, она, по сути, по своей идеально подходит для охоты на реках. Ее длины вполне достаточно для того, чтобы преодолевать порою достаточно сильные встречные течения. Вместе с тем она позволяет совершенно спокойно нырять, даже если вы одеты в толстый гидрокостюм и несете на себе большое количество грузов, нырять на глубины до 10 метров. А охотиться на реках глубже 10 метров, как правило, не имеет смысла, потому что прозрачность воды просто не позволяет что-то рассмотреть на глубинах больше, чем 10 метров. Это как бы с одной стороны. То есть ласта имеет вполне приличными и достаточными грибными характеристиками. С другой стороны, уменьшенная длина лопасти делает эту ласту очень хорошим выбором в том случае, если для вас в вашей ласте очень важной характеристикой становится ее маневренность. То есть если вы вынуждены во время охоты заходить в заросли камыша, в заросли водорослей, либо вести охоту в нагромождениях затонувших деревьев или коряк и так далее, как бы это ни было обидно, наверное, потому что всем хочется стрелять рыбу в прозрачной чистой водичке, но самые крупные трофеи, искомые российскими охотниками, такие как сазан, судак, сом, они, как правило, прячутся все-таки в нагромождениях каких-то подводных коряк, и куда нам приходится в их поисках заходить. Когда мы охотимся в таких местах, короткая лопасть – это несомненное преимущество. И что еще можно сказать, что по стоимости ласта Омер Стенгрей Шорт почти в два раза должна быть дешевле стандартного Омер Стенгрея, то есть тоже достаточно хороший такой плюс. И такой, скажем, условно-премиальный вариант ласт Омер Стенгрей – это ласта Омер Стенгрей Каму 3D. Как можно видеть, на ее лопасть с обоих сторон нанесен специально разработанный компанией Омер Саб, так называемый 3D-камуфляж, который представляет из себя фотокопию наиболее часто встречающихся на дне холодных водоемов паттернов, таких, как видим, тут камушки, травка и так далее, и так далее. Ну и, в принципе, предполагается то, что такая лопасть вкупе с использованием камуфляжного костюма сделает охотника практически невидимым. По жесткости эта лопасть находится примерно посередине между стандартной черной лопастью и мягкой серой лопастью, что, соответственно, наверное, позволит рекомендовать эти ласты как достаточно неплохой выбор для охотника, который собирается в поздней весной или ранней осенью пострелять горбыля или каракозы на Черном море. Теперь я хочу рассказать вам о ластах премиального класса, которые также выпускаются под брендом Омер. Премиальность их заключается в том, что в этих ластах использована лопасть из высокотехнологичного материала под названием карбон, изготовленного на основе углеволокна. Особенностью этого материала является его высочайший модуль упругости, то есть способность накапливать и без потерь передавать внешней среде энергию упругих деформаций, которую ныряльщик порождает мышечными усилиями своей ноги, потом передает галоши, потом передает лопасти, и лопасть уже отдает воде. Для сравнения я могу взять и показать, как работает, работает, значит, находится в состоянии упругости, а потом выходит из этого состояния ласта с лопастью Омер Миллениум. Вот я сгибаю ее, что достаточно сложно, и отпускаю. Смотрим, да? Присутствует некий такой эффект памяти, потому что лопасть постепенно довелась. Теперь я беру самую мягкую из имеющихся лопасть Омерсти Stingray Carbon 25. Сгибаю ее так, как хочу, выскочила, и отпускаю. Видим то, что ласты работают принципиально по-другому. Только карбоновые лопасти могут позволить вам без особого риска и с достаточным уровнем комфорта долгое время работать на глубинах, превышающих 30 метров. Полистироловые лопасти или лопасти из технополимера, они, несмотря на все уверения, как правило, не могут позволить вам надлежащего уровня безопасности, хотя бы потому, что при увеличении внешнего давления у технополимера увеличивается его текучесть, и ласты начинают просто хуже грести. С карбоном этого не происходит. Галоша та же самая, что и у предыдущего вида ласты. Это стандартная галоша Омерсти Stingray. Лопасти, как мы видим, сделаны из другого материала. Хорошо видна ячеистая структура карбона. Как мы можем видеть, на карбоновых лопастях, в силу ряда технических особенностей, отсутствуют продольные гребни, которые я вам продемонстрировал на предыдущих моделях ласт, таких как Миллениум и Омерсти Stingray. Но для того, чтобы карбон, который имеет плоскую лопасть, не соскальзывал с потока, на нем всегда устанавливается отбортовка или так называемый рейл, который при грибке, опять-таки, удерживает лопасть от соскальзывания с потока. Он находится на одной стороне лопасти и, соответственно, на другой стороне лопасти тоже. Лопасти Омер Карбон Stingray имеют три степени жесткости. Сейчас я в руках держу ласту Омер Стингрей Карбон 25. Это средняя степень жесткости. Более мягкие ласты имеют индекс 20, более жесткие ласты имеют индекс 30. Подводный охотник с весом до 75-78 кг должен использовать ласты Омер Карбон 20. Подводный охотник с весом до 92-95 кг должен использовать ласты Омер Карбон 25. И крупные атлетичные подводные охотники могут использовать самые жесткие лопасти Омер Карбон 30. И существует еще такая вот камуфлированная версия ласт Омер Стингрей Карбону. Она называется Омер Стингрей Карбону Каму 3D. То есть это та же самая карбоновая лопасть, только с нанесенным на нее цветовым паттерном, который камуфлирует эту лопасть в воде. Паттерн нанесен как на внутреннюю сторону ласт, так и на внешнюю сторону. На внешней стороне же мы видим индикацию цифровую, которая определяет жесткость этих ласт. В данном случае это Омер Карбон 25, то есть камуфлированная карбоновая ласта средней жесткости. Сейчас я держу в руках очередной новаторский продукт от компании Sporosab. Трудно сказать, будет ли у него какое-то коммерчески успешное будущее, но то, что это продукт очень необычный и несомненно привлекающий внимание целым рядом своих новаций, это совершенно точно. Сначала я расскажу некую такую предысторию. До этого я достаточно много говорил о том, что эта лопасть более эффективна, эта лопасть менее эффективна и так далее. Это не совсем верная постановка вопроса. На самом деле эффективность ласты нельзя оценивать отдельно, саму по себе. Необходимо целиком оценивать эффективность такой энергопреобразующей системы, которая состоит из ныряльщика, охотника, ласты, которая в свою очередь состоит из галоши и сочленённой с ней лопасти, и уже непосредственно воды. И надо понимать, что эффективность этой системы будет тем выше, чем меньше потерь энергии будет происходить на промежутке от ноги ныряльщика до кончика лопасти, который непосредственно передаёт накопленную энергию упругих деформаций в воде. В принципе, сейчас ситуация такова, что самые большие потери энергии приходятся именно на галошу. Галоша может деформироваться, обычная галоша резиновая или компаундная. Галоша может терять достаточно много энергии просто потому, что невозможно подобрать галошу себе точно в размер, потому что шаг стандартных резиновых галош обычно составляет 2, а то и 3 размера. Это второе и третье. Не существует галош на левую и правую ногу. То есть галоши, они взаимозаменяемы, что опять-таки подводит нас к тому, что нога всё время будет немного рыскать. В данном случае для Last Sporosab Revolution дизайнеры из компании Sporosab изобрели совершенно отдельный вид обуви. Это такой своего рода кроссовок, который имеет абсолютно жёсткую подошву, изготовленную из специального пластика Грайвери, который раньше шёл на изготовление головных частей у самых дорогих подводных ружей. Верх сделан из значительно более мягкого полимера. И имеется три застёжки великро, как мы видим. Соответственно, что мы получаем? Используя такой ботинок, мы можем подобрать себе размер галоши точно размер в размер, что уменьшает потери энергии. Далее, абсолютно жёсткая подошва не деформируется при грибке. Соответственно, мы не тратим энергию нашей ноги на деформацию галоши, а всю энергию передаём к лопасти. И очень мягкий и комфортный верх галоши даёт нам возможность использовать эту ласту в течение многочасовой охоты, без малейшего риска того, что галоши либо натрёт нам ногу, либо пережмёт сосуды, и нога начнёт неметь, либо причинит какие-то другие неприятности. Здесь есть достаточно большое количество дренажных отверстий, через которые вода будет вытекать, ну, то есть эти ласты достаточно быстро сохнут. Если мы посмотрим вот так, мы видим здесь угол определённый. Величина этого угла составляет 27 градусов. Типичный угол для массовых ласт составляет 15-17 градусов. Вот. В принципе, есть, в общем-то, такое понимание, что чем больше угол в комлевой части лопасти, тем больше эта ласта предназначена для работы именно в толще воды, а не для долгой работы при гребле по поверхности. То есть, когда мы смотрим на ласту с Парасап Революшн и видим её угол 27 градусов, мы делаем вывод о том, что эта ласта предназначена для бескомпромиссных, глубоких нырков или активного поиска рыб в толще воды. Там такого у типа, как Blue Water Hunting, предположим, либо долгих-долгих проплывов вдоль каменных гряд. Если присмотреться, мы увидим здесь три направляющих гребня. Эти гребни также предназначены для того, чтобы стабилизировать движение ласты в потоке и уменьшить вероятность соскальзывания ласты при мощном кикинге, при мощном гребке с потока в сторону и увеличить эффективность этой ласты.